Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Платежная дисциплина и не только состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка. Сухопутный порт. Как налаживается международный торговый обмен между Россией и Китаем. Большие перемены в Ядрине реконструируют центральную больницу. Долги за услуги сбора и вывоза мусора в республике превысили 300 миллионов рублей. Глава региона поручил в ближайшее время повысить платежную дисциплину. Исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами одно из тем координационного совещания по обеспечению правопорядка. Подробности в следующем материале. Многомиллионные долги за сбор и вывоз мусора накопились буквально за год. Глава республики поручил руководителям муниципалитета встретиться с теми, кто не оплачивает услуги регионального оператора и понять причины. В противном случае последуют штрафы и пени. Михаил Игнатьев отметил, что принципиальная задача правительства поддержать семьи, чьи коммунальные платежи превышают 20% от доходов. Мы обеспечиваем социальную защиту, гарантированную социальную защиту со стороны, соответственно, правительства Чувашской республики. Вот это самое главное в нашей государственной оппозиции. Надо будет дополнительные средства, заложим. Я об этом уже говорил, поручения давал. Поэтому финансо-экономический блок тоже об этом знает. Еще одна задача для муниципальных властей – оборудовать площадки сбора мусора. Крайний срок – 1 сентября. Как исполняется поручение главы региона, проверили природоохранные прокуроры. Одной из причин задержек при обустройстве площадок является отсутствие на местном уровне до конца понимания процента участия в инициативном бюджетировании. Я имею в виду конкретную сумму денег, которая должна прийти от населения. Кто-то понял, что раз республика финансирует 60-80%, то остальные 40-20% должны платить жители. И в итоге это создало еще большую напряженность социальную. А причина – отсутствие обратной связи с профильным министерством, в данном случае с мицельхозом. В итоге не все могли поучаствовать в инициативном бюджетировании. Где-то районы добирали деньги из своего бюджета районного. Глава администрации районных городов. Есть вопросы? Кто не может завершить до 1 сентября? С точки зрения дальнейшей работы мы останавливаться не будем, только вперед. На сегодня 5189 мест накопления необходимо обустроить. 3451 место накопления обустраивается в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры. Еще одна тема Координационного совета – реализация национальной стратегии. Противодействие радикальным и экстремистским группам. В поле внимания – мигранты. Анализ стратегических сведений показывает, что на территории Чувашьей республики, как и по всей России, увеличил число пребывающих иностранных граждан и в лиц без гражданства. Основное количество мигрантов составляет граждан-участников стран СНГ. Именно из Узбекистана, Таджикистана, Украина, Туркменистан. В отношении 54 иностранных граждан и в лиц без гражданства нарушение права пребывания Российской Федерации, постановление судов республики вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Экстремистских угроз в республике не наблюдается. По данным соцопросов, более 90% респондентов оценивают положительно межнациональные отношения в регионе. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Бахтияр Велиев. Республика. Управление Федеральной антимонопольной службы по Чуваши подвело итоги работы за первое полугодие. На особом контроле ведомства – закупки в сфере национальных проектов. С начала года поступило 18 жалоб. 11 из них признали обоснованными. Наибольшее количество жалоб обоснованных было по масс-проекту «Жилье». Если говорить о сути этих нарушений, то основное, конечно, это неправильное или обоснование используемых товаров, материалов в ходе строительства с нарушением древней законодательства, с применением устаревших ГОСТов. Устаревшими ГОСТами при выставлении пакета документов на аукционы пользовались многие заказчики. Особое внимание антимонопольная служба уделила закупкам комплексов фото- и видеофиксации по нас проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь оказалось больше всего жалоб. Были выявлены нарушения несоответствия характеристик автоматизированных комплексов с требованием ГОСТа к этим комплексам. Необходимо было также в документации указать информацию о том программном обеспечении, которым пользуются ГИБДД и Чувашу Продор, для того, чтобы можно было с ними совместить или подключить к этим системам. Чувашскую ФАС проводит внеплановые проверки. В июле таких было пять. Без нарушений не обошлось. С начала года поступило 306 заявлений. Ведомство выписало 28 предупреждений и возбудило 31 дело. Татьяна Людева, Маргарита Мильникова, Павел Рядков, Республика. Что такое морской грузовой порт, известно, пожалуй, каждому взрослому. А вот как выглядит крупнейший в мире железнодорожный, можем рассказать и показать. Контейнерный порт Цинбайдзян – отправная точка грузового маршрута Китай-Европа. Контейнерный порт расположен в городе Чинду, административном центре провинции Сычуань. То есть в самом сердце Китая. Отсюда берет начало новый шелковый путь, преимущественно железнодорожный. Европейское направление – от Чинду через Россию до польской Лодзи. Это расстояние составу преодолевают за 10 дней. Железнодорожная доставка в несколько раз дешевле воздушной. Честно говоря, вообще сложно представить, как можно поднять такое количество грузов. Я очень часто выхожу на эту смотровую площадку. Мы любим смотреть, как движутся грузы. Наша компания была основана пять лет назад, и за это время грузооборот увеличился более чем на 100%. В России два пункта выгрузки – Новосибирск и Москва в ближайших планах – Санкт-Петербург. Компания надеется, что со временем российских точек станет больше за счет активного товарообмена с регионами. Еженедельно в Россию отправляется шесть грузовых поездов. Они в среднем идут 13-15 дней. Но мы намерены с помощью современных технологий сократить время доставки. Из России в Китай ввозят лес, нефтепродукты, сельскохозяйственные, пищевые продукты, в частности конфеты и молоко. Что касается молока, то с ним в Поднеместной особое отношение. Страна с шеститысячелетней историей только начинает вводить его в свое меню. Предприятие «Лидер по производству молочных продуктов» носит весьма поэтическое название. В переводе звучит как «Современная подающая надежда компания молочной промышленности». Она придерживается свежей стратегии и специализируется на производстве низкотемпературных продуктов. В линейке свежее молоко, йогурт и живой серии, другие изделия, среди которых вполне русская ряженка. На долю предприятия приходится 40% продаж молочных продуктов и 60% свежего молока. Компания заинтересована в сотрудничестве с Россией. Мы знаем, что в России производят очень качественные молочные продукты, в том числе и сырье. Возможно, мы будем закупать сырье. Но мы в дальнейшем можем и поставлять в Россию готовые молочные продукты, которые выпускаем сами. Ассортипенд молочной компании отличается разнообразием. Среди натурально-вкусовых добавок к молоку даже имбирь. Дань национальным гастрономическим традициям. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, из Китая. Ядринская центральная больница преображается на глазах. Капитальный ремонт здесь идет и снаружи, и внутри. Здание построено в 1989 году и нуждалось в ремонте уже давно. Ремонт начался в мае этого года, но уже благоустроена территория больницы. Появились своя автомобильная парковка и детская площадка. Преобразилась и часть фасада больницы. Но большая часть работ ведется сейчас внутри здания. Для проведения капитального ремонта из бюджета республики выделили почти 70 миллионов рублей. Меняется внутри водопровод полностью, отопление полностью, вентиляция полностью переделывается. Новый набор помещений появится у нас. А снаружи у нас все утепление происходит. Внешний вид будет очень красивый. Планируется после ремонта изменить внутреннюю маршрутизацию, чтобы пациентам было удобно перемещаться, чтобы лишних передвижений не было. Стоматологическое отделение после ремонта разместится на одном этаже. Для удобства пациентов кабинеты будут расположены в одном месте. Положительные изменения ждут и детское отделение. Здесь разделят потоки здоровых и больных детей. Для мам обустроят комнату для кормления и колясочную. Посетители больницы ждут окончания работ и готовы потерпеть временные неудобства. С одной стороны, действительно все обустроено, красиво оформлено. Особенно, то есть, небольшие есть неудобства в плане того, что кабинеты размещены немножко. Но, тем не менее, люди все это понимают. Самое главное в плане учета детского отделения, да, действительно там будет все комфортно, обстановка, я думаю, будет какая-то интересная покраска стен. То, что немало значений приносит для детей, немаловажное. Работы по утеплению и обновлению фасада больницы должны завершиться к концу сентября. Ремонт внутри здания к концу года. Ольга Алексеева, Бахтиар Вилеев, Республика. В больнице на колесах в Чувашию прибыли новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Медкомплексы будут курсировать по малонаселенным деревням Порецкого, Ибресенского, Чебоксарского и еще пяти районов. На закупку ФАПов направлено свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета. Финансирование идет по национальному проекту здравоохранения. До конца года в республику поступит еще 10 мобильных медицинских комплексов. Благодаря этому пройти медосмотр смогут около 33 тысяч сельских жителей, которые живут в населенных пунктах с численностью до 100 человек. Напомню, первые мобильные медкомплексы появились в Чувашии еще в прошлом году. В 2018 году мы закупили пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и один передвижной маммограф. На сумму общую более 47 миллионов, которые выделены из средств федерального бюджета. В 2018 году всеми медицинскими комплексами нами осмотрено более 50 тысяч жителей республики. 10 августа в России отмечается День физкультурника. У этого праздника свои традиции, большинство из них не меняется уже 80 лет. Негласный девиз праздника – спорт для всех, и неважно, любитель или профессионал. Торжественное открытие Дня физкультурника пройдет в Ледово-Дворце Чебоксара-Арена. Центральной площадкой Чувашии станет стадион Олимпийский в Чебоксарах. Организаторы постарались сделать так, чтобы спортом смогли заняться все желающие. Возраст, навыки не имеют значения. Для ветеранов – легкоатлетический забег. Для молодых – всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и финальные игры регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. На стадионе «Труд» разыграют сразу два кубка Чувашии по футболу. Во всех районах республики организуют массовые спортивные старты. Как звучит российская глубинка? 23 творческих коллектива из девяти регионов России накануне собрались в «АллатРе». Старт уже 21-м по счету Всероссийскому фестивалю русского народного творчества дали по традиции в День города. «АллатРе» в этом году исполнилось 467 лет. У нас гости со всех уголков большой России! Открывается ярмарка! Звучит глубинка! Красиво! Звучит задорно, выглядит ярко. Русские народные коллективы привезли самые эффектные выступления. Еще бы кто-то преодолел сотни километров, чтобы спеть и станцевать на Всероссийском фестивале. В этом году он объединил творческие группы Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Татарстана, Ульяновска, Самарской и Саратовской областей. Традиция собирать в Чувашии народные коллективы зародилась еще в 1992 году. Этот яркий творческий проект, зародившийся на русских берегах, выносит весомый вклад в развитие культурного сотрудничества между Чувашской республикой и другими регионами Российской Федерации. Способствует укреплению взаимного уважения к культуре, обычаям народов нашей многоциональной страны. Фестиваль традиционно открыл празднование Дня города возле городского Дома культуры. Народные песни звучали в разных микрорайонах, а гала-концерт на Стадионе Труд объединил участников фестиваля и городские коллективы. Сегодня вступили в силу поправки в кодекс административных правонарушений, которые предусматривают наказание за воспрепятствование оказанию медицинской помощи работниками скорой. Смотрите на нашем канале интервью с главным врачом Центра медицины катастроф и скорой помощи Ольгой Краузе. А я с вами прощаюсь до понедельника. Обратите внимание, 7, 8, 9 и 10 августа по техническим причинам отменены выпуски информационной программы «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова